Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Экзамен для здравниц. Краевая прокуратура проводит проверку анапских детских лагерей. Особое внимание – вопросу безопасности. Витамины вместо никотина. В день отказа от табака анапчанам предлагают сменить вредную привычку на здоровую альтернативу. Для кого «Анапа» ягодку растила? Экологически чистая черешня и клубника от местного производителя становятся сладким брендом курортного сезона. Заседание Общественного совета муниципального образования состоялось в администрации «Анапы». На повестке дня – подготовка к курортному сезону, классификация санаторно-курортных объектов, вопросы безопасности, соблюдение торгового законодательства, а также новые технологии в борьбе с массовыми выбросами водорослей. Эти и многие другие вопросы обсудили на заседании. Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Дмитрий Ирохин сообщил, на данный момент полностью готовы 889 объектов, которые отвечают всем требованиям для размещения отдыхающих. И эта цифра должна увеличиться. Процедура классификации гостиниц и отелей продолжается. В подготовку к курортному сезону на своих территориях анапские здравницы вложили более 2,5 миллиардов рублей. Вводятся в эксплуатацию крупные объекты отдыха, которые должны стать новыми точками притяжения туристов. У нас вводятся 4 крупных новых объекта, 3 трехзвездочных, 1 четырехзвездочный. Также открывается интересный водно-развлекательный комплекс «Бора-Бора». Открытие запланировано на 10 июня этого года. Объектов аналогичных у нас пока на территории не было. Я думаю, что первые пять лет будут служить магнитом притяжения для наших гостей. В сезоне 2017 планируется увеличение благоустроенной пляжной территории. Работы по уборке пляжей, извлечению и вывозу водорослей будут проводиться в ночное время. Впервые этим летом будет использовано специализированное техническое средство для сбора водорослей – катамаран серии «Улан-Зет», оснащенный комплексом «Каскад». Мы не будем вытаскивать ее на берег. И мы надеемся, если эффект она покажет, потому что есть заявленные параметры изготовителя, уже произведена предоплата, это приобретается за счет средств здравницы. А здравницы участвуют, скидываются средствами, уже предоплата произведена. В конце июня мы ждем это оборудование, которое будет покажет, насколько эффективно оно будет у нас работать. Также на совете были рассмотрены вопросы по обеспечению безопасности отдыхающих жителей Анапы в летний период. Силовиками разработано 73 маршрута патрулирования. Из них 43 автопатруля, 25 пеших и 6 стационарных маршрутов. Будет работать и группа скрытого патрулирования. В целях обеспечения безопасности на пляжах мы разработали и создали группу из 8 человек, которые будут работу проводить в гражданке на центральных пляжах города, начиная от и заканчивая Витлева. Кроме этого, идет работа по установке камер видеонаблюдения на всех пляжах Анапы и включение их в систему «Безопасный город». Это позволит следить за пляжами в режиме реального времени и в случае возникновения внештатных ситуаций оперативно реагировать. Как рассказали докладчики, Анапа готова к приему отдыхающих. Все последние вопросы, связанные с отдыхом туристов, должны быть закрыты до 10 июня. Краевая прокуратура начала проверку детских лагерей на соответствие необходимым требованиям. В комиссию входят представители МЧС и Роспотребнадзора. Сегодня она работала на Анапском побережье, в лагере «Краснодарская смена», в базе отдыха «Витязева», а также во Всероссийском детском центре «Смена». Особое внимание в этом году вопросам пожарной безопасности, организации охраны, питания и оборудования пляжей. На базе отдыха «Витязева» отстроили корпус после прошлогоднего пожара. Тогда сработала сигнализация и оперативно отреагировали городские службы. Никто не пострадал. Причиной возгорания стало зарядное устройство для мобильного телефона. Выводы сделаны. Число огнетушителей утроили. Теперь их более 90. Появилось два дополнительных пожарных гидранта. Розетки в жилых комнатах обесточены. Теперь это единое требование для всех детских здравниц. Розетки сделали все в беседках. В каждой беседке находится 8-10 розеток, двойных и тройных. И они все будут ходить туда, там и заряжать свои телефоны. По сравнению с тем годом, что было, лучше пусть они там заряжают, и им будет хорошо, и нам будет лучше. В плане того, что для безопасности. В эти дни здесь проходит уже традиционный баскетбольный турнир. Похожую картину сегодня можно наблюдать практически во всех лагерях Анапского побережья. До момента, когда уже можно будет купаться, остаются считанные дни. Юные отдыхающие не скучают, пока море прогревается. Тем временем представители краевой прокуратуры, а также территориальных управлений МЧС и Роспотребнадзора оценивают готовность пляжей. Лодка у воды обязательно. Медицинский спасательный пост. Матрос-спасатель рассказывает, они контролируют ситуацию с берега, а с другой стороны – вожатые. Это пляж детского лагеря «Краснодарская смена». А это там же – кухня. Еще один стратегический объект. Комиссии показывают новое оборудование. Снятие проб с блюд – обязательное мероприятие. Параллельно – проверка противопожарной готовности. Противопожарная – полотно. Каким образом он накрывается очаг, доступ к воздуху прекращается, огонь кухня. Все, что предписано законом и иными нормативными актами, направлено на то, чтобы отдых детей был максимально безопасным. Мы оцениваем, прежде всего, эффективность государственного контроля и надзора со стороны органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора на принимаемые меры организациями отдыха и здоровления, связанные с организацией питания, оборудованием пляжей, организацией антирористической защищенности, профилактикой правонарушений на территории детских лагерей, несчастных случаев. Так досматривают автомобили перед въездом на территорию Всероссийского детского центра «Смена». Здесь сразу четыре детских лагеря, более 400 метров пляжа. К этому году его расширили по рекомендации Роспотребнадзора. Сегодня нарушений комиссия не выявила. Проверки продолжатся. В планах побывать в большей части детских лагерей именно тогда, когда они работают, чтобы увидеть, как организован процесс, а также лично пообщаться с коллективами. Завтра в Анапе дадут официальный старт лету. 1 июня – Международный день защиты детей на курорте собираются отметить с размахом. Для маленьких жителей и гостей на всей территории курорта пройдут разнообразные концертные и развлекательные программы. В 10 часов все желающие приглашаются в городской театр. Там пройдет галок-концерт 19-го фестиваля «Музыкальная палитра». А в 11 часов на театральной площади начнется большой детский праздник. В волшебную страну открытий поведут за собой ребятишек, любимые сказочные герои, веселые игры и захватывающие эксперименты. Для гостей выступят творческие коллективы Анапы. Будут работать многочисленные интерактивные площадки, турниры по настольным играм, выставка литературы для детей, творческие мастер-классы и многое другое. Праздничные мероприятия пройдут и во всех сельских округах. 1 июня в свой день рождения отметит Всероссийский детский центр «Смена». Крупнейшему детскому лагерю исполнится 32 года. Организаторы подготовили обширную праздничную программу и приглашают всех желающих провести этот день вместе. В течение всего дня на территории лагеря будут работать более 50 интерактивных площадок. Состоится торжественное открытие «Аллеи славы» и «Парка будущего». Участниками торжества станут более 3000 человек. Это дети со всей страны, отдыхающие в летнем лагере, а также специальные гости – артисты российской эстрады. На праздник может попасть любой желающий. Будет организован бесплатный трансфер каждые полчаса от Анапы по маршруту скейт-парк на улице Крепостная до ВДЦ «Смена». Яблоки вместо сигарет. Всемирный день отказа табака в Анапе отметили необычной профилактической акцией. Прохожим предлагали обменять сигареты на фрукты. Мероприятие организовал молодежный центр 21 век совместно с Анапским центром медицинской профилактики. В одном из дворов третьего микрорайона развернулся настоящий спортивный праздник. Дети приняли участие в веселых конкурсах и эстафетах. Проявляли себя в творчестве, наносили аквагрим. Здесь же разместился мобильный медицинский пост. Любой желающий мог пройти экспресс-исследование на смоке-лазере и тест на спирометре. Курильщикам рассказывали о вреде никотина и предлагали избавиться от вредной привычки путем обмена сигарет на яблоки. Курение очень сильно влияет на организм в целом, начиная от сердечно-сосудистых заболеваний, заканчивая тем, что понижает иммунитет. Просто хотела сказать основное такое, что не только активное курение сейчас актуальная проблема является. Сейчас медики всего мира переживают за то, что очень сильно влияет на организм человека. Это пассивное курение, с чем мы в принципе и боремся. И стараемся донести до людей, которые курят, что они приносят вред не только своему организму, но и рядом окружающих их людей. Желающих проверить свое здоровье оказалось немало. Владимир – курильщик со стажем. С сигаретами не расстает уже более 40 лет. После прохождения экспресс-исследования решился окончательно бросить курить. Я прошел тестирование. Тестирование прошел. Ну так, показания не смертельные, но я понял по рекомендации врачей, что лучше с этим делом заканчивать. Девчата ваши как бы попроще рассказали, более доступным языком, не медицинским, а таким житейским. Так что я решил, завтра я и не буду курить. Сегодня у всех курильщиков есть повод задуматься о здоровье и хотя бы в этот день отказаться от курения. А завтра уже окончательно решить продолжать отравлять свое здоровье или начать новую жизнь без табака. Ведь любой вредной привычке всегда найдется здоровая альтернатива. Черешневый сезон в Анапе совпадает с открытием курортного. Первые кубанские ягоды – любимое лакомство первых отдыхающих. Многие поэтому выбирают именно это время для поездки в Анапу. Местные предприниматели готовы побаловать свежей продукцией. Пансионаты предпочитают работать со своими поставщиками. Владимирский сад гарантирует самое главное – качество. Те, кто прилетают в Анапу на отдых, мечтают увидеть настоящий сад. В сады Бедаревых не организовано туристического маршрута, но в это живописное место иногда заглядывают любопытные москвичи, ни разу не видавшие, как растет черешня. Из-за дождей, правда, ягода еще на стадии завязи потеряла много будущих плодов. 40% всего лишь. Остальное, видите, оно не оплодотворное. То есть дождей не дали завязаться ей хорошо. Вот видите, она падает. Жаль, ведь собирать ее в таком саду – одно удовольствие. Черешня у Сергея перестала быть огромным деревом. Он формирует ее по типу испанского куста. То есть черешня не имеет основного ствола. Там, если шло, ветки первого порядка, ветки второго там. А здесь она сформирована таким образом, чтобы сборщику легко было собирать. То есть низко было. Он ее может… Она за счет того, что куст, не ствол, я вот так могу сделать. Вот. И сборщик это и делает. Он может ее наклонить куда угодно. И отпускает она на месте. Давнее сотрудничество с пансионатами города заставляет фермеров думать на перспективу. Попробовал Сергей Владимирович клубнику для себя выращивать. И оказалось, что она плодоносит на поливе и с приствольным укрытием тканевым материалом, как заведенное, и вкус у нее нежный и размер из яблока. Спасибо большое. Мам, тут на пятерых. Пчелиные улей здесь очень кстати. Зреет урожай персиков и яблок. На выпасе стада фермерского хозяйства. Все как надо. Лето начинается. Оно будет щедрым на урожай. И пусть у нашего города будет много благодарных гостей. Мы их ждем. В Анапу съезжаются участники турнира по бальным танцам «Жемчужина Анапы». Традиционный открытый турнир по бальным танцам давно превратился в настоящий праздник искусства на курорте. Это событие равнозначно относится и к культуре, и к спорту. Участники танцора устанавливают свои рекорды на паркете, а зрители неизменно получают яркие эмоции и впечатления от выступлений конкурсантов. Открытый турнир по бальным танцам «Жемчужина Анапы-2017» состоится 4 июня в городском театре. Его организатором много лет является ансамбль «Современник», руководит которым заслуженный работник культуры Кубани Лидия Путилова. За звание лучших на турнире «Жемчужина Анапы-2017» поборется около тысячи танцоров со всей страны. Начало конкурсных мероприятий в 10 утра. Двери городского театра открыты для всех. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова